Всем привет, друзья! Сегодня мы разберем несколько упражнений на прокачку предплечий. Для этого у меня есть самодельная штанга, если у вас есть нормальная штанга, это отлично. Также есть у меня гантеля, надеюсь, ее видно, да, видно. Так, и также есть эластичный жгут, который гнется, тянется и так далее. Вот, это все, что нам понадобится. И стул. Так как мышцы предплечья имеют такую обволакивающую структуру нашей руки, и поэтому нам придется делать много упражнений, чтобы прокачать каждое волокно из наших предплечий. Первое упражнение, оно будет у нас прокачивать вот эту нижнюю часть предплечий. Это мы будем делать со штангой. У меня штанга вся разваливается, короче, надо бы ее подделать. Но смотрите, прикол этого упражнения в том, что мы беремся вот таким вот хватом, то есть, не как на бицепс, на бицепс вот так, блин, на бицепс мы беремся вот так. А сейчас, чтобы накачать предплечье, мы беремся вот таким вот образом. Смотрите, и теперь на ширине плеч где-то хват такой. И поднимаем вот таким вот образом. Оп! Поднимаем не вверх вот так, а то есть, смотрите, у нас больше работают как бы кисти рук. То есть, когда мы поднимаем, мы стараемся максимально просто сгинать вот эту кисть вниз. То есть, когда мы сгибаем вниз, то напрягается очень сильно предплечье, видите, да? Вот. И когда мы максимально, у нас руки уже вот в таком положении, то есть, не вот в таком, не в прямом, а вот в таком. И когда мы поднимаем, мы максимально, просто максимально сгибаем наши кисти вниз. И очень жестко напрягаются предплечья, и вы должны обязательно чувствовать их. Если вы не чувствуете, то вы, значит, что-то неправильно делаете. Вы должны обязательно чувствовать такую прям, ну, такую даже боль в мышцах вот тут. И обязательно нужно вот прям сгибать вот эту кисть, да, ее вниз сгибаете. Когда вы поднимаете, сгибайте максимально просто, чтобы у вас вот в таком положении руки были. То есть, не вот так, да, поднимаете, а вот, вот так. Оп! И тогда предплечье максимально напрягается. Следующее упражнение у нас будет с эластичным бинтом. Становимся вот так, чтобы бинт у нас где-то был, ну, на уровне вот, да, пояса. Берем его вот таким вот образом и сгибаем, опять же, руки, как со штангой, только с бинтом эластичным. Вот таким вот образом. То есть... Тут мы уже не двигаем руками, то есть их не поднимаем вот так. Руки на уровне, и мы просто шевелим нашими кистями, максимально создавая нагрузку на наши предплечья. То есть, оп, 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 разгибаем, сгибаем, да, то есть бинт уходит на пальцы, потом оп, скручивается и обратно, скручивается и обратно, скручивается и обратно. И тем самым мы создаем максимально очень хорошую нагрузку сюда на наши предплечья. Следующее упражнение у нас будет с гантелей, тоже на предплечье. Для этого нам понадобится стул. Для этого мы кладем вот так вот руку, когда мы вниз опускаем наше запястье, то есть оп, вам видно на камере, надеюсь, видно. То есть у нас гантели оказываются на самих пальцах, а потом мы просто скручиваем вот так и максимально напрягаем вот тут наши предплечья в верхней точке. То есть и на пару секунд задерживаем. То есть получается это вот так в нормальном режиме. То есть оп, 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 оп. Возможно, большеватый вес я взял, потому что на много раз я не смогу это сделать. Но если вы хотите, что просло, то берете большой вес и, естественно, бомбите, как и все упражнения, на мало повторений, но с большим весом. Следующее упражнение тоже с гантелей, но нам придется снять немножко веса, потому что они довольно-таки, ну, неудобные, что ли. В этом положении нам не получится столько поднять. Следующее упражнение у нас будет качать вот эту верхнюю часть, то есть боковую, наоборот, часть предплечья. Смотрите. Для этого берем гантельку вот таким вот образом. Значит, чтобы качалось именно предплечье, а не кисть, нам нужно кисть максимально расслабить. Вы не должны тянуть кистью, вы должны тянуть предплечьем. То есть смотрите, кисть расслаблена, я ее почти не напрягаю. Я просто как бы стараюсь не уронить гантельку и все. То есть кисть расслаблена, и вы тянете тупо вашим предплечьем. То есть видите, я кисть вообще не напрягаю. Я тяну предплечьем, и у меня напрягается только предплечье. Вы максимально скручиваете вниз, да, гантелю, то есть не гантелю, а кисть. И гантель, естественно, тоже вниз уходит. То есть оп. И вверх вы поднимаете тоже максимально стараетесь. Не кистью, опять же, а работаете только предплечьем. Следующим упражнением мы будем прокачивать вот эту верхнюю часть теперь, предплечье. То есть упражнение выглядит так. Мы берем гантельку. Теперь вот таким вот образом. То есть, чтобы рука была вот так вниз опущена, да. Смотрите. Опускаете руку вниз, а потом, естественно, поднимаете ее вот таким вот образом. То есть, опять же, не кистью. Кисть довольно должна быть расслаблена. Вы держите пальцами. А поднимаете предплечьем. Вес, возможно, немножко поменьше надо взять. Либо я уже просто устал этой рукой делать. Вот, короче. Прикол в том, что вы поднимаете и опускаете на полную амплитуду. Блин, у меня уже рука устала. Попробую левой. То есть, вот. Поднимаете и опускаете на полную амплитуду. И тогда будет качаться вот эта часть. Теперь покажу упражнение со штангой. Оно также выполняется, как и с гантелей. Блин, нет, не покажу. Надо теперь заклеивать. Ну вот, короче, я заклеил. Смотрите. Примерно то же самое, что и с гантелей, да. У вас сначала штанга должна быть на кончиках пальцев. Кладете руки на коленки. И поднимаете, да, опять же вот так. Делая максимальную нагрузку на предплечье в верхней точке. И на пару секунд задерживаете. Вот так. То есть, не сразу же опускаете вот так. Так не надо дергать. Все медленно делаете. И в верхней точке задерживаете немножко. И делаете максимальную нагрузку. Не просто штангой нагрузку, а еще сами прилагаете усилия, чтобы сделать нагрузку. Сократить мышцы в статическом напряжении. То есть, оп, и сами их напрягаете. Тогда будет больше эффекта. Ну вот и все, друзья. Это были все упражнения. Очень много из них очень эффективны, на самом деле. Особенно со штангой. Но с гантелей тоже эффективны. Они более так на проработку, на такую тщательную направлены. Вот. А так подпишитесь на канал, поставьте лайк. Мы увидимся в следующем выпуске. Пока, пацаны! Субтитры сделал DimaTorzok